здравствуйте это форму убежу я ольга козлова сегодня у нас интересная на мой взгляд распаковка будет фурнитура для изготовления бижутерии вся фурнитура премиум качества с покрытием драгоценными металлами будет очень короткая как короткий обзор полезности как я это называю такой забавный инструмент я получила которые мне кажется многих заинтересует и будут просто сумасшедшие вот очень красивые бомбические камни их я оставлю на десерт это деликатес и так я начинаю давайте посмотрим начну я вот с таких замочков это замочки известная всем конструкция я получила их вроде золоте овал 2 крючочка длина замка 4 сантиметра мне вот кажется что они бывают и помельче это такие чуть больше маленьких я бы сказала сам овал вот этот размер 2 сантиметра плюс крючки все эти замки похожи они такие очень универсальные можно застегнуть как крючок в крючок так и прикрепить на вот этот овал какую-то съемную подвеску и все эти замки отличаются в основном качеством покрытия и над и тем насколько хорошо или плохо фиксируются вот эти крючки и требуют они регулировки или нет давайте посмотрим так крючочек щелкает но я бы наверное может быть поджала замок он не самый слабый я не могу сказать что болтается вот это вот ответная часть замка но я люблю когда пожестче и как я уже показывала в предыдущем по моему видео здесь конструкция такая же шарнирное соединение как у серьги через силиконовые наконечники плоскогубцев можно вот в этом месте поджать тогда будет пожестче любые замки с производства завода не требует регулировки практически все регулируем замки для серега замки для колье какая особенность есть у этого замка у него несколько отверстий точек для крепления вот в этом колпачке есть два отверстия одно здесь второе вот здесь мы пропускаем ювелирный тросик через него еще дополнительно третье отверстие то есть тросик у нас проходит как бы через три через три отверстия в этом есть некая сложность но работающие мастера знаю для новичков скажу что вот это вот третье отверстие она когда мы закрепляем ювелирный трос когда закрепляем первый кончик пропуская 1 2 3 и вот отсюда выводим она запускается очень очень хорошо а когда мы подтягиваем нить то вот это третье отверстие вот это она сильно стопорит тросик и это не всегда бывает комфортно и удобно поэтому я когда второй хвостик ювелирного троса заправляю я пропускаю его здесь я пропускаю здесь оставляю петельку и запускаю вот сюда для того чтобы вот здесь как бы не пережималась и подтягиваю сначала оставляя вот здесь вот петельку подтягиваем максимально бусины максимально нить вот к этому к этому колпачку потом эту петельку отпускаю и уже подтягиваю окончательно но вот самое главное чтобы не перегнуть и не пережать тросик через вот это отверстие то есть вот именно второй крючок завершающие иногда крепить не очень комфортно но тем не менее надежное соединение по сути вот эти вот три отверстия они выполняют функцию протектора то есть они держат тросик они не дают ему съезжать не дают ему как бы перетираться об металл еще в этих замочках есть видно видно наверно есть такая внутренняя петелька здесь вот эту петельку применяют для того для тех кто собирает жемчужные бусы на шелковой нити через узелок тот можно перетягивать вот здесь не шелковую нить не пропускают через эти отверстия и пропускают через эту петельку иногда эта петелька мешает тогда ее можно либо подогнуть либо откусить либо есть другие способы можно например поставить сюда такую полукруглую шапочку потому что не всегда бусина помещается особенно бусина маленького диаметра не всегда помещается вот в эту вот в этот конус вот вообще замки очень хорошие они аналогичны конструкции известных нам замков с фианитами из круглой вот этой центральной частью но не всегда уместно фианита не всегда не нужны в зависимости от модели украшения вот поэтому я вот очень люблю эти замочки у меня они бывают и в черном роде и здесь в позолоте позолота здесь слегка лимонная и в белом роде и здесь очень хорошее покрытие эти замки продаются лотами по 10 штук и я их очень-очень люблю я их заказываю постоянно хорошие замки так следующее что я хочу показать это практически расходные материалы это бусины проставочные мелкие и у меня чем мельче бусина тем они востребования и я заказала ну примерно в одно и то же время бусины почти одинакового размера позолоченные бусины как вы видите два с половиной миллиметра по 100 штук 400 штук всего да и бусины с покрытием роде вы такой же размер и такое же количество я вот хочу сказать что 400 штук это совсем немного если кто-то знает где продаются эти бусины скажем там по 1000 или по 3000 штук и если это действительно сказывается на цене когда большее количество я бы с удовольствием купила вот но в общем я заказала мелкие я фурнитуры не жалею расходу их щедро и заказываю постоянно и параллельно с ними я заказала в другом магазине здесь в пакете по 200 штук и когда я заказывала мне показалось что это примерно такой же размер размер был указан 2 и 9 на 27 то есть они чуть сплюснутой да на 02 миллиметра и вот вы посмотрите сейчас два пакета сопоставимых бусин 22 с половиной и 29 на 27 вы видите какая большая разница в размере 0 2 миллиметра ну или 04 смотря по какой стране измерять разница колоссальная есть небольшая разница в оттенках вот эти такие поблинеете чуть поярче но на этом размере я считаю что это в принципе незаметно и очень хорошо компонуется с фурнитурой но по золото как мы знаем бывает разного оттенка давайте сейчас вместе посмотрим как насчет роде но тоже как те которые покрупнее они как будто бы выглядят чуть более темными не знаю может быть это эффект пакетов не хочу я сейчас тратить время высыпать из пакетов контейнера вот но по крайней мере вот эти кажутся более темными также как и по золотом в предыдущем на в предыдущем варианте в целом могу сказать что вот здесь такое ощущение что здесь более деликатное покрытие здесь более ярко но по цене вот то что в белых пакетах по 200 штук они конечно намного более экономичными получаются я заказала для того чтобы сравнить какие мне понравится больше но сейчас я вижу что они совсем разные они не взаимозаменяемые еще я хочу сказать такой странный момент вот то что вот в этих белых пакетах то что у меня справа лежит на планшете вот к сожалению на все эти товары в белых пакетах ссылки они сгорели я не очень верю в то что все эти товары закончились ссылка может не работать ну потому что может быть товар подорожал или подешевел изменилась цена и просто на этот товар сделали новую карточку это ссылка по которой я покупала она уже не ведет на страницу этого товара поэтому все что в белых пакетах я дам общую ссылку на магазин вы пожалуйста кого что-то заинтересует вы пожалуйста сами посмотрите потому что новые ссылки на эти товары я искать не могу у меня просто нет на это времени но ссылка на магазин вам скажет о том что вот подобные товары в этом магазине есть и мне кажется они есть на постоянной основе значит здесь у меня заказано вот по 200 штук я заказала тоже получается 400 по 400 бусин и это очень очень мало к сожалению это очень недешево но вот этот вариант более экономичный чем тут который я вам показывала ранее чем те бусины которые помельче так убрала бусины из кадра теперь я вам покажу тоже то на что к сожалению нет ссылки это замки карабин и не самые большие такого среднего размера но небольшие колье на браслет я обычно использую кроме более такие массивные а вот на колье иногда на не крупные я люблю вот такого плана до так размер полтора сантиметра примерно карабин чем он примечателен почему я на нем останавливаюсь сейчас я закреплю сегодня по-другому я расположила камеру немножко сверху не знаю напишите мне удобнее вам так или нет потому что я сейчас могу видеть как свои руки не через камеру так и в общем-то смотреть в камеру видеть то что я снимаю мне кажется что мне так удобнее удобнее ли вот вам такое расположение камеры чуть сверху под другим ракурсом чем хорошо эти замки у них подвижная так не знаю как показать подвижная вот это вот головка видите да она двигается на что это влияет это влияет на то что не будет перекручиваться нить будет вращаться головка карабин будет оставаться в одном и том же положение ну либо нить будет оставаться карабин будет вращаться я эту конструкцию очень люблю маленькие карабинчики подвижная по 20 штук в лоте и тоже заказаны они у меня в позолоте и вроде вот именно эту модель я не использовала я покупала таких карабин и там были такие прямоугольные вот эти вот на балдаш нички не знаю как правильно назвать бусинки до которые перед подвижной частью вот сейчас вот такие сплющенные эллипсы но мне кажется что неплохие тоже не дешевая покупка так и из этого же магазина в котором сгорели все ссылки коннектора коннектора в виде веточек коралла с фактурной поверхностью я их уже использовала и вроде вам покрытие в позолоте в своих работах я их люблю потому что мне они кажутся изящными они очень хорошо сочетаются с гладкой фурнитурой как-то вот деликатно это коннектором с двумя точками крепления одно колечко вот с этой стороны второе вот здесь вот это кольцо по и на это разъемная кажется сейчас я не вижу в камеру насколько я помню одно разъемное другое пойми а использовать их замечательно в серьгах в подвесках можно веточками наверх веточками вниз а значит какой здесь есть нюанс что эти эти коннекторы они не в зеркальном отображении они одинаковые эти веточки все в одну сторону но мне кажется это не очень принципиальный момент еще хочу сказать что достаточно пластичный такой мягкий металл эластичный пластичный хороший сплав потому что я помню что мне приходилось их гнуть может быть какая-то деформация была или мне хотелось как-то по форме немножко их расправить вот в общем они удачны и вот эти коннекторы 10 10 штук предлагается вот такая упаковка и еще так это у меня подарок подарок это карабин с удлинителем тоже по золоте хорошо спасибо большое так и у меня остались еще проставочные бусины которые я покажу поподробнее потому что как-то они мне по-моему не попадались ни у кого но я не все обзоры смотрю может быть я и пропустила но для меня они новые и как-то мне кажется что не очень они распространенные значит первые бусинки это вот такие столбики я бы сказала так столбики 3 миллиметра 3 миллиметра это наверное наверное сечение этот квадратик основании высоту они по побольше мне кажется миллиметра три с половиной четыре то есть они не совсем квадраты они такие прямоугольные достаточно большое отверстие и там было несколько размеров я обычно когда покупаю новую фурнитуру я начинаю с самой мелкой а дальше уже смотрю насколько мне удобно насколько она мне нравится у меня мелко очень востребована фурнитура вот для украшений в современном стиле мне кажется что они хороши так давайте меня есть бусинки посмотрим как они будут выглядеть но будем будем говорить в нити он мне кажется очень хорошо смотрите такой стильный не избитый современный вариант может быть я бы добавила сюда еще какие-то шапочки плоские мне кажется очень интересно такие блестящие грани вот эти вот столбики мне кажется прекрасно хорошие бусинки небольшие то есть для того чтобы вы понимали бусина 8 миллиметров вот если бусины будут крупнее соответственно сами вот эти проставочные бусины будут выглядеть мельче вот но подвижности до с такой формы бусин проставочных мы не добьемся подвижности соединения тоже надо понимать если например это серьга вот тогда это маленький очень размер для серьги но мне кажется что элемент интересного бы еще чем-то обыграть от на мой взгляд так следующие бусинки давайте сначала покажу их массе это такие диски как витая веревочка похожий на витую веревочку соответственно если мы такой диск разместим между бусинками мы собственно говоря увидим только боковую поверхность и больше мы ничего не видим сейчас я вам покажу так а если этот диск например мы разместим на пин с круглой головкой то получится очень хорошее декоративное оформление бусины ну жестком соединение вот так это выглядит мне кажется красивый элемент вот таких бы нам побольше было бы возможности продавалась бы она как-то в зависимости от количества может быть по более гуманным цена было бы совсем замечательно красивые красивые бусины мелкие и как я сказала вот здесь уже есть другие размеры здесь по моему не был уже там варианте исполнения так убираю меня бусина и сейчас начнется интересное буду я даст доставать своих козырей из рукава постепенно для того чтобы вам было интересно как тут один козырь у меня проявился значит первое что я хочу показать я достала все из пакетов мне просто жалко свое и ваше время тратить на вот это вот на шуршание пакетами первое что я хочу показать это у меня бусина из флюорита необычной формы такая огранка тыковками 10 на 12 миллиметров бусины у поставщика было заявлено что 38 сантиметров нить ну вот я получила два браслета если так примерно примерно представить у меня 17 сантиметров запястья мне браслет очень-очень плотно но сами бусины имеют объем да то есть наверно длина 18 я думаю что он поставщик немного слукавил и для того чтобы сэкономить потому что вот этот не дешевые вот это пара пара браслетов на эластичной нити она не дешевая ну наверное решил немножко сэкономить пару сантиметров дюйм я так думаю не знаю почему заявлено как нити продается браслетами значит что я хочу сказать по поводу этих по поводу этих камней вы знаете конечно вот этот впечатление когда ты распаковываешь посылку и твои ожидания и то что ты видишь это очень важно то есть он твой эффект когда увидел и вот думал что будет такое она еще лучше вот этот вау-эффект он или есть или его нет я честно скажу здесь вау-эффекта у меня не было ну как бы обычно вот такое вот это субъективное ощущение обычно это возникает от того что мы смотрим картинку мы как-то себе представляем эти камни мы как-то себе представляем эти минералы воображаем их потом открываем и насколько соответствует или не соответствует реальность нашим ожиданиям от этого собственно говоря зависит наше впечатление сказать что здесь как-то камни сильно отличаются от того что было на картинке у поставщика я не могу но мне кажется что там было как-то больше камней насыщенного вот такого бирюзового оттенка я бы хотела их видеть своих нитях больше вот такой пурпурный оттенок присутствовал а у меня больше у таких вот бледно-бледно зеленых причем я вам могу сказать что вот иногда некоторые освещение камера могут делать комплимент камням мне кажется что в этом случае как раз оно и произошло то есть на самом деле ко мне несколько бледнее чем вы видите это на камеру вот сейчас я смотрю они мне очень нравятся когда я распаковала мне показалось правда это было но вечернее время и после этого я их не разглядывала может быть электрическое освещение как-то съедает цвет камней такое тоже иногда бывает вот но на самом деле ко мне очень красивые вообще флюорид интересный минерал посмотрите какие здесь вот есть такие переходы сиренево сиренево полосами в зеленый через голубой в глубом какие-то включения зеленого зеленый такой я вот этот оттенок называю клевер нам такой он как бы немножко голубовато синеватой что ли посмотрите вот прозрачные фиолетовые полосы между ними зеленый это очень интересно вот бирюзовая да такая ярко-голубая через сиреневую прослойку и дальше прозрачный минерал в общем все здесь очень хорошо но у флюорита есть один момент и он очень-очень важный флюорит мягкий минерал на самом деле вот виде браслета вот такого плана я его совершенно не рекомендую использовать и вообще он ну что в этой форме бусин что в другой предпочтительно использовать конечно либо в серьгах либо как-то фрагментарно в колье потому что браслет он просто будет истираться он будет такой знаете но есть слово покоцанный в той пыли которая у нас присутствует в жизни к сожалению больших количествах содержится частицы кварца и прикоса соприкосновение с поверхностями вот будет камень он будет мутнеть он будет неприглядного вида поэтому не браслет серьги фрагмент для колье ну вот конечно такие фигурные бусины только фрагментарно можно использовать цена не маленькая но в принципе я этой покупкой довольна то есть вот я сейчас смотрю чем больше я смотрю тем больше он мне нравится мне кажется он очень красивый но я бы предпочла немножко другую комбинацию бусин чтобы было побольше ярких потому что это в любом случае акценты вот например вот такую одну бусину в акцент в качестве акцента использовать будет сложно ну где-то мы можно наверное вот в общем вот такой вот апатит с необычной формы да я хотел еще сказать что есть небольшие огрехи по огранке я видела ну за счет того что минерал мягкий его достаточно сложно подвергать обработки он наверное не совсем держит форму то есть есть какие-то такие потертости небольшие и некоторые бусины не знаю это мы увидим или нет они как будто бы более плоские что-либо чуть меньшего размера так с апатитом и закончили следующее интересное что я вам хочу показать это вот называется пауза джулии ламберт если взял паузу держи сколько можешь это не гематит причем я скажу сразу что когда я говорю гематит имеется ввиду тот синтетический материал но будем говорить синтетический гематит который мы все используем в качестве проставочных бусины делаем украшения но это не природный гематит кровавик ну как такое знаете как уже условный сленг появился когда мы говорим гематит все знают о чем идет речь так вот это даже не тот гематит это совершенно другая история это называется терагерц или терагерцовый камень что это такое это синтетический материал это побочный продукт производства полупроводников и я считаю что в этом нет вообще ничего плохого мы используем с успехом фианиты да и у нас много фурнитуры с инкрустацией фианитами в ювелирном производстве используются фианиты тоже не самый натуральный материал то есть совсем не натуральный а вот это новый современный в основе у него в составе кремний и титан каким образом он синтезируется я не знаю но вид у него потрясающе конечно внешний вид совершенно потрясающе он обладает безумным блеском вот эти искры которые по нему бегут они бегут абсолютно при любом освещении и меня поразил этот материал при всем при том что я не первый раз вообще с ним имею дело но в таком размере в такой огранки у меня первый раз я даже приготовила свои старые такие простенькие образцы но я даже на них поняла что это что-то другое значит какие мои впечатления я просто сразу хочу сказать что все что я буду говорить про тары герц то что информации по нему крайне мало вот ее просто нет это мое субъективное мнение я совершенно не буду претендовать на истину в последней инстанции это то что мне удалось из разных источников и собственного опыта какие-то умозаключения сделать я просто с вами ими с вами поделюсь вот это не википедия это не энциклопедия это просто мои наблюдения по поводу общения которые возникли в процессе общения с этим минералом и так терагерц как я уже сказала титан и кремний составе легкий вот он легкий он так шуршит и по ощущениям я вот не из но не измерила какой у него удельный вес но по ощущениям он наверное что-то такое ближе к некру как сказать к сопоставимого размера культивированному жемчугу мне так кажется вот он такой не тяжелый значит он не очень холодный он достаточно быстро нагревается в руках но при этом когда ты держишь вот его в руках абсолютно нет ощущения пластмассы вот у меня все время ощущение что какой-то прямо космический материал что-то такое углеродное хотя углерода там нет но я повторюсь это мои субъективные ощущения что еще мне сейчас пока положу вот эти нити и покажу вам я на самом деле уже имела дело старого герца имела дело вот в таких вот образцов я покупала когда-то достаточно давно терагерц гематит так сейчас я вам разделю справа гематит справа терагерц для того чтобы я купила просто достаточно много поэтому у меня осталось до сих пор я пользуюсь в две ниточки справа это гематит синтетический а слева терагерц но вот разница на самом деле я не знаю насколько это заметно в камеру разница очень большая во первых вот у терагерца больше блеска игра потому что я к этому еще вернусь кого твердости которая тоже пыталась определить но это более твердый минерал по сравнению с гематитом и за счет этого он может держать такую более четкую огранку гематит он такой более округлый получается у него все грани завалены вот это маленький размер это наверное миллиметра два у меня ну плюс отверстие да вот гематит у меня на леске а трагерц он на нити значит цвет ну гематита может быть любой цвет как бы цвет покрытия он может быть и черные серебристые металлика и злать ну вы знаете а вот трагерц у него присутствие такой голубоватый сизый оттенок и он есть и вот в этих нитях тоже ну по крайней мере вот я его прослеживаю это не покрытие по моему мнению это именно вот в результате полировки он приобретает вот этот цвет я так думаю я не уверена и еще какой интересный важный момент я пыталась трагерц использовать в качестве проставочных бусин и не сильно перетягивая уже не помню что там у меня было колье или браслет у меня треснули бусины вот эти вот но здесь конечно очень маленькие камни достаточно большое отверстие даже под нить и слишком большое видимо было напряжение для таких тонких слоев у меня просто эти бусинки две бусинки рассыпались треснули я человек любознательный я стала рассматривать внутри я увидела такую структуру я даже не знаю она напоминает наверное знаете как магнит выглядит как будто бы это прессованный какой-то порошок такой плотный плотный структура не пористая но это и металлом назвать нельзя то есть что-то вот очень похожее мне кажется на магнит но она он не магнитится это просто вот с чем можно сопоставить и в общем какие я сделала выводами а нет я еще проверяла трагерц на твердость и он у меня не царапается шестеркой и не царапается семеркой но и не царапает семерку тоже семена я имею ввиду твердость по шкале мооса соответственно видимо у него высокая твердость около семерки данных о твердости я как-то в интернете не нашла я не могу сказать что я там искала и днями и ночами информацию вот так вот сходу я не нашла мне проще было проверить самой и семерку меня он не поцарапался вот при этом семерку и я пробовал набери ли он ее тоже не поцарапал а соответственно я сделала какой вывод что трагерц он хрупкий но твердый но мы с вами понимаем даже хрупкость и твердость совсем разные понятия понимаем давайте я приведу пример вот смотрите вот если например кусок мыла взять до кусок мыла если вы его уроните на пол с ним ничего не произойдет он не хрупкий но при этом он мягкий а если вы возьмете хрустальную вазу и уроните ее на пол то хрустальная ваза разобьется потому что она хрупкая но при этом хрусталь он тверже чем мыло вот собственно говоря в чем разница мое ощущение такое что терагерцевый камень он хрупкий но твердые если вы будете его разбивать молотком скорее всего вы разобьете а если вы его будете царапить скорее всего вы его не поцарапается вот такая вот история теперь возвращаюсь моим нитям 8 и 10 миллиметров в огранке цена высокая я даже вот по этим нитям могу сказать когда я приобретала разница наверно раза в два с половиной в три было между сопоставим размером огранка гематит и терагерца так вот это не дешевый материал материал современный интересный посмотрим как он себя зарекомендует в украшениях я встречала встречала в украшениях с ним работают мастера ну вот у меня такого обширного опыта не было если вставлять его как отдельные акцентные бусины мне кажется что этот акцент он перетянет вообще на себя все если делать нить вот не знаю но в общем я пока впечатлена вот пока его держала в руках он стал теплым но собственно говоря в руках и любой минерал нагреется в общем интересная история рассказала вам про терагерц все что я знаю может быть что-то нафантазировала но как бы информации по нему мало информации мало работать хочется и новые материалы красивые применять хочется вдруг трагерц это новый фианит необычный и следующий они сдавайте перед тем как я вам покажу вообще супер пупер бомбу я вам покажу такой пакетик я получила два инструмента вот таких причем я получил их с третьего раза правда от разных поставщиков это инструменты для увеличения отверстий в бусинах вот такие кругленькие надфили или пилочки я не знаю как это правильно называется разного диаметра конуса сам с алмазной с алмазной поверхностью но как написано было наверное с алмазным первые два раза я не получил потому что одна посылка не пришла 2 там тоже что-то было в общем я заказала в третий раз и очень счастлива от того что я их получила вот так как надо применять эту бусинку подготовила посмотрим то есть мы вставляем и начинаем прокручивать да как бы подпиливать а вот смотрите вот остается остается до отверстие расширяется прекрасно видите падает в общем все работает вот этот сложный прибор он работает да стоит три копейки почему не удалось получить мне получить два раза до этого я там уже не помню что-то было с доставкой два раза мне возвращали деньги но все-таки вот я решила третий раз стоит три копейки но платная доставка но в целом получается намного дешевле я видела у нас петербурге продаются в оффлайн магазинах там набор из четырех разных в общем я решила что куплю пока 2 и наверное мне этого хватит мне кажется для жемчугу очень хорошо вот этот тоненький потому что ну жемчугом бывают такие отверстия в которые даже ланку два раза не протянуть вот но посмотрим как будет держаться во всех этих инструментов больное место это вот это вот крепление главное чтобы не выскакивали они своих ручек вот ну пока в общем я очень счастлива но стоит я вам ссылку оставлю посмотрите и обращайте внимание на стоимость доставки так и завершающая завершающая история которая вам покажу но это конечно супер премиум пупер качество на это просто потрясающей красоты аквамарин природный а без усиления цвета показать так наверное небесные прекрасные прекрасный оттенок великолепная огранка это крупный очень-очень крупный аквамарин очень-очень крупный понятно что он не 3 сантиметра 8 миллиметров кубик с ребром 8 миллиметров но для аквамарина такого качества это много хорошо отцентрованные отверстия видите да какие ровные нити прекрасные хорошо подобрано по цвету в общем здесь 12 недостатка это первый размер то есть как вы видите эти нити они короткие они короткие так какая какой у них размер я уже честно говоря не выполните здесь заявлено у поставщика двадцать три бусины диаметром 8 миллиметров вот посчитайте сами и я обратила внимание что у меня одна нить пришла короче на один камень и я обычно это не делаю но я посчитала вот здесь 23 из два камня вот в этих ниточках мне достались бонусом 23 нити как только я получила я конечно захотела заказать еще и в общем его уже нет ссылка сгорела но конечно я напишу в каком даже не буду я написать в каком магазине в том же магазине в котором трагерц трагерц еще есть ссылка рабочая но просто чтобы вы понимали что такого качества камня они там тоже есть но цена очень высокая то есть вот это украшение здесь хватит здесь хватит на колье и наверное на браслет но с какими-то может быть добавлениями там замочками не такие большие нити цена конечно хорошая не бывает дешево я скажу банальность вот так вот но очень красивые камни великолепного качества вот скажите это десерт же правда я оставил десерт чтобы вам показать и я не знаю насколько камера передает или не передает масштаб но они крупные они крупные красота я могла бы сидеть и вот любоваться его хотя хоть в камеру очень долго вот но время деньги ваше время ваши деньги поэтому мы на сегодня заканчиваем пожалуйста напишите мне что вам понравилось что не понравилось а с вами была формула бежу я олька козлова всего доброго до свидания